Во всем мире наркомания – сложная медико-социальная проблема. Подавляющее большинство употребляющих наркотики – молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. О распространении наркотиков и страшных последствиях их употребления нашему корреспонденту рассказал человек, который знает об этом не понаслышке. О 20 годах наркозависимости в сюжете Вероники Гамзюковой. Легкие деньги и карьерный рост – именно такие перспективы предлагают подросткам, которых вербуют для распространения наркотиков. Несовершеннолетних все чаще стараются приобщить к этому нелегальному бизнесу. Схема вербовки проста. Преступники ищут людей в социальных сетях и предлагают им работу мечты. Иногда распространители сами решают попробовать свой товар. Если 10 лет назад наркоман представлял из себя маргинальный элемент общества, то сегодня это молодые люди, которые учатся в вузах или среднеспециальных заведениях. Чаще всего они приехали в большой город, попали в плохую компанию и начали употреблять наркотики. Либо это представители золотой молодежи, которые вырвались из-под опеки родителей. Всех факторов наркотизации подростков можно разделить на следующие группы – социальные, биологические и психологические. Социальные факторы – это в первую очередь условия воспитания семьи, то есть культура воспитания играет огромную-огромную роль. К биологическим факторам относятся в первую очередь генетическая предрасположенность, врождённое нарушение обменных процессов головной мозги и дефицит медиатора. Подвержены дети с психической эмоциональной незрелостью, те дети, которые легко поддаются в первую очередь вовлечению в употребление психоактивных веществ. В 10-12 лет дети редко употребляют наркотики. В основном это курение сигарет. В сознании подростков это уже поднимает их рейтинг среди одноклассников и друзей. В 13-14 лет их уже начинают интересовать лёгкие наркотики. Подростки этой группы уже эпизодически пробовали некоторые виды стимуляторов из любопытства. Несовершеннолетние считают, что наркотики не опасны и угрозы зависимости нет. Верят в то, что в любое время смогут отказаться от их употребления. В 15-17 лет молодые люди наслышаны наркотиках гораздо больше. Довольно часто их теоретические знания подкреплены и собственным опытом. Дмитрий – наркопотребитель с многолетним стажем. Он впервые попробовал героин в 14 лет. В компании, из которой он в юношестве проводил время, были парни постарше. Они дали подростку наркотик на пробу. В Гомеле в тот момент, это был где-то 1999-1998 год, появились очень много наркотиков. Выбор был богатый. Цены на них, соответственно, были мизерные. И я в первую очередь попробовал героин. В один прекрасный момент товарищ, если можно назвать такого, сказал, может, куда-то съездим. Я говорю, ну мне плохо. Я говорю, у меня, по-моему, температура. Говорит, нет, это не температура, это героин. После этого, как раз таки, все началось. Я начал понимать, что такое МАК. Я начал понимать, что такое предложение. Когда вот приедь, возьми. Я не стеснялся этого уже. Потому что мне было настолько плохо. Ломало спину, выращивало ноги. Психологически я начал понимать, что родители начинают отходить на второй план. Мама не понимала. Я, если даже сам, честно, сам не понимал, что происходит. Но самое, что я понимал, что я предаю своих родных. И они, они это тоже понимают. И в самый последний момент, когда закончился героин, когда он закончился, я понял, что нужно предавать своих близких. В тот момент мне никто не мог это объяснить. Вот почему я, я извиняюсь, почему я сейчас это хочу объяснить. Молодежи, которая стремится к этому, не идите к этому. Вы потеряете все. Друзей, родителей, близких. Не стесняйтесь пойти к родителям. Родители – это самые близкие люди, которые вам помогут. Не друзья. Там нету их. Никто. Только родители. Будут рядышком. Есть ряд признаков, что человек употребляет наркотики. Самые очевидные – это следы от уколов шприцем, красные глаза, зрачки, не реагирующие на свет, наличие лекарств, неназначенных врачом. Менее очевидные – это беспричинные уходы из дома, агрессия, бессонница, резкие скачки давления, судорожный синдром до потери сознания. Я хочу, чтобы родители обратили на это внимание. Очень сильное. Не нужно спрашивать у кого-то. Просто посмотрите на своих детей. Не пускайте их в свободное плавание. Посмотрите на них. Обратите на них внимание. Я с 14 лет употребляю наркотики. И мои родители знают все. И я могу это сказать. Я со своих лет закончил информацию тем, что за... Мне сейчас 35, с 14 лет у меня есть гепатит, у меня есть ВИЧ, у меня есть туберкулез. Правда, дни закрыты. И что дальше делать, я не знаю. Министерство внутренних дел запустило интерактивный ресурс «Помогут БАЙ». Если кто-то оказался в сложной жизненной ситуации, он может зайти на сайт проекта или позвонить по номеру 8 017 311 0000. Специалисты гарантируют анонимность. Также в будние дни с 9 до 17.00 работает бесплатная горячая линия по номеру 8 801 121 21. Звонки принимают опытные психологи. По всем вопросам можно обратиться в территориальный центр социального обслуживания. Помните, лучшей профилактикой наркопотребления будет личный пример родителей. Специалисты рекомендуют больше времени проводить вместе, подавать правильный пример и постараться ребенку стать другом. Вероника Гамзюкова, Александр Харлампов. Специально для программы «Дефакто».